Всем привет! Сегодня я расскажу вам о пряже Гронитекс Суровая. Название у нее Суровая и пряжа тоже Суровая. Сейчас я расскажу вам почему. Ну, во-первых, Гронитекс это наша белорусская гродненская фабрика и выпускает она все вот такое вот натуральное, можно так сказать. Лен, хлопок, есть, конечно, там и акрил. Из этой пряжи я вяжу редко, но если хочется какую-то обусечку или что-то такое, то я тогда беру пряжу именно там. Характеристики пряжи. Хлопка здесь 60%, льна 40%. Пряжа тоненькая, здесь 250 метров в 50 граммах. Посмотрите, вот она. Если вязать крючком в одну нить, я думаю, что нужно брать крючок 1,5-2, это максимальное. В одну нить я не вязала, потому что это очень тоненькое полотно и, в принципе, я не знаю, куда оно может пригодиться с этой пряжей, потому что пряжа, конечно, такая самобытная, но вязать какие-то нательные рубахи я не планировала, поэтому вязала образец в две нити. Посмотрите, в две нити я вязала столбиками без накида. Я не знаю, как это будет выглядеть спицами. Спицами я, к сожалению, не вяжу. Вяжу только крючком, поэтому и рассказываю мои впечатления о пряже для крючка. Я вязала в две нити крючком 3,5. Получилось достаточно плотненько. Я думаю, что можно взять крючок 4, а может даже, если вы хотите, пластичное полотно и 4,5. Тогда вот эти дырочки будут побольше и полотно будет более дышащее, более лёгкое. Сразу скажу вам, что пряжа садится, хоть и незначительная, но садится. То есть мой образец стянулся. До ВТО в 10 сантиметрах по горизонтали было 20 петель. После того, как я постирала образец, стало 22 петли. То есть она немножко стянулась. То же самое по вертикали. По вертикали в 10 сантиметрах было 22 ряда. После того, как я постирала, стало 24 ряда. То есть усадка есть. Обращайте на это внимание. Общее впечатление о пряже неплохие. Я вяжу её уже не первый раз. У нас изделие очень ноское, потому что всё-таки это лён, дышащее. Я сейчас буду вязать из именно этой пряжи отделку на панамку. Поэтому я для этого, собственно, и вязала образец. Я советую вам, пробуйте, вяжите. Из неё очень хорошо получатся авоськи. Очень симпатичные. Единственное, конечно, цветовой гаммы там нет совсем. Есть крашеная. Вот это вот не крашеная. Есть крашеная, но, конечно, там очень небольшой выбор. Я надеюсь, что этот отзыв, этот обзор был вам полезен.